Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас обзор заказа продуктов и не только в Сбермаркете, а точнее из магазина Метро. Я вам даже не могу поднять их, показать, потому что они тяжелые, их много. Сейчас покажу все, как было упаковано, расскажу зачем, почему и как и будем с вами разбирать. Вот как выглядят пакеты. Здесь 6 пакетов, я так поняла, они определенной категории. И фрукты, и овощи, и мясо все раскладывают по разным пакетикам. 6 штук здесь. Вот я вижу тут мясо в отдельном, зеленушечки. Ну, в общем, мы некоторые пакеты завязаны вот так почему-то. Мы сейчас с вами все будем доставать. Вот два завязанных, зелень, фрукты. Вот он завязан. Остальные просто он так принес. Сейчас будем по пакетикам с вами все разбирать. Ну и пока плюсах и минусах. Да, у меня вот это вот все, вот эти 6 пакетов, они вышли где-то на 200 с небольшим. То есть это нормально, 6 пакетов, таких довольно тяжелых, много всяких продуктов. И не только выгодно. В нашем Сбермаркете представлено 4 магазина. Метро, Зельгроз, Линия и Ашан. Может быть в вашем регионе представлены там еще какие-то другие или каких-то нет. Все возможно. Это мой первый заказ. Почему решила сделать? Потому что, во-первых, это удобно. Когда мне эти пакеты занесли в квартиру, я не тащила с ними с магазина. Это вообще здорово. Во-первых, мне показалось выгодно. Я набрала огромное количество продуктов, всего там на 2 с копейками. А чтобы съездить в метро, это вообще практически нереально, потому что находятся за городом на другом конце. То есть нам туда ехать часа полтора. Это невыгодно. А продукты там есть интересные. Даже вот их ферменную марку некоторые продукты взяла. Как-то совсем прям дешево. Сейчас все посмотрим, все покажу. Раньше, когда вот эти все сервисы появились, как-то вот опаска какая-то была. Может быть обманут, может быть привезут что-то с плохим сроком годности. Мы, кстати, сейчас сроки годности с вами все проверим, посмотрим. И вообще как-то ненадежно, скажем так. А сейчас это просто удобно. В связи с пандемией это все началось. У нас приблизительно год назад, даже побольше, начались вот эти доставки. И Сбермаркет появился, Яндекс.Маркет и так далее. Это моя первая доставка именно продуктов питания. И мне просто стало интересно. Я полазила в приложение, скачала приложение Сбермаркет. Мне все понравилось, как бы удобно. Достаточно большой ассортимент продуктов. Почему бы и не попробовать. И, кстати, сегодня где-то часа за два до доставки я выбрала доставку. Можно в этот же день, как они обещают. Можно на следующий. Я выбрала на следующий. На утро с 10 до 12. И где-то полдевятого утра мне позвонили и сказали, что там не было каких-то позиций. А я вам можно заменю вот на это. Это как бы тоже такие невкусные слойки. Слойки там я заказала все разные. Двух не было. Я вам вот эти положу, они тоже очень вкусные. Я говорю, хорошо. И не было куриной грудки, которая была порезана кубиками. Положить вам целую грудку. Вот есть такая-то, такая-то цена. Я говорю, да, конечно, положите. Ну вот, как бы все. И за первый заказ, девчонки, еще 15% скидка по промокоду. Он везде как бы рекламируется. Это очень удобно. И еще промокод дают покупателям, кто сделал заказ и оплатил его и получил. Дается промокод, который тоже я вам оставлю. Или даже в названии пропишу его в инфобоксе на скидку 250 рублей. То есть, если вы когда оформите заказ, в конце оформления, там будет графа промокод, ведете этот промокод, то он вам выйдет на 250 рублей дешевле. Как бы тоже приятно. В следующий раз так попробую сделать с другого номера телефона. Может телефон там мужа или дочери. Посмотрим. В общем, поэтому промокод. Потому что, ну, выгодно. Много всяких ништяков, плюшек, поэтому приятно. Так, ну все, давайте начинать с распаковки. Сейчас возьму первый пакетик. Здесь у меня цены, кстати, они такой чек не дают, бумажный чек у меня в электронном виде. Я вам поэтому где-нибудь здесь цены буду вставлять. Лук заказала зеленый вот такой вот пакетик. Кстати, свежий, прекрасный, незавядший, замечательный лук марки Лето. Так, дата упаковки 22-е. То есть, вчера, да, и годен 14 суток. Наисвежайший. Вообще потрясающе. Так, дальше. Что у меня здесь? Яблоки. Смотрите, как они упакованы. Хорошо. Я не помню, как сорт называется. Сейчас здесь написано. Мне захотелось именно такие моди, моди в лоточке. И здесь у нас дата изготовления. Изготовление. Я была никогда сорвальная, да? 25-го, 12-го, 20-го. Срок годности 3 месяца. Все как бы тоже отлично. Все замечательно. Упаковка в идеальном состоянии. Нигде ничего. Все как бы супер. Так, дальше. В этом пакете у меня апельсины. Вот так они в пакетике в отдельном таком большом. Три апельсинчика. И все. Все. Этот пакет все получается. Овощи и фрукты у нас в отдельном пакете. Берем следующий. Пошуршу немножко. В следующем пакете мясо. Только мясо. И здесь у нас вот такие вот ребрышки. Свиные. Это останки на барбекю. Охлажденные. Так, смотрим на срок годности. Упакованы 14.01 и до 31.01. Так, сегодня 23 число. Чтобы вы знали, потому что ролик идет немножко с запозданием. Сегодня у меня 23. То есть у меня еще 8 дней есть их вот так вот израсходовать. Красота. Все нормально. Так, и вот что мне заменили. Это грудка. Грудка полуфабрикат. Ясные зори. Тоже охлажденные. Вот так вот она выглядит. Годен до 28.01. То есть здесь 5 дней осталось от 21.01. Вообще всего неделя тут срок годности. Осталось у меня 5 дней. То есть нормально. Позавчерашняя грудка. Отлично. Следующий пакет. А, здесь у нас бытовые покупки. Зева. Туалетная бумага заказала. Здесь 4 рулона и она 4-х слойная. Я такую люблю. Как бы, ну, все нормально. Упаковка все целая. Все как бы, все отлично. Дальше заказала ватные диски. Аро. Совсем какие-то они были бюджетные. Решила попробовать. Они не прошитые. Но я к этому отношусь совершенно спокойно. Здесь 120 штук. Вот так выглядит упаковка. Так, и последний продукт в этом пакете. Паста коллгейт. Мне нравится. Я вам уже говорила. В основном много лет уже пользуемся платной. Коллгейт мне тоже нравится. Не вызывает никакого дискомфорта. Я решила взять вот такую вот с гранатом. Очень интересный мятно-гранатовый вкус. Вот так вот она выглядит. Как бы тут тоже все прекрасно. Ну, упаковка никаких нареканий. Молодой человек, который привез курьера, был очень, кстати, вежливый. Все замечательно. Вот так выглядит тюбик. Интересно, она красная. Розовенькая. Она вот такая розовенькая. Пахнет вкусно, мятой. Гранат пока не чувствую. Так, четвертый пакет. Здесь лежит только отдельно. Видите, корм для кошек. Вот такую упаковку взяла, кстати, очень выгодно. Смотрела в основном на скидки, на акции. Продукты все довольно бюджетные. Даже ребрышки, вот они как-то вышли бюджетно. В той же самой пятерочке, если бы я пошла, насколько я ее люблю, насколько я люблю их акции, я бы на 2000 столько не набрала. Это абсолютно точно. Так, вот такая вот упаковочка с курицей и индейкой. Ну, тут со сроками, я думаю, всегда все нормально. 800 грамм. Только я взяла для котят, что ли? Для котят с 12... А, нет, один год плюс. Все нормально. Так, все нормально. В общем, такая упаковка. Так, пятый пакет. Погнали, что у нас здесь? Взяла сгущенку. А, вот Ара, это, видимо, вот эта марка Метро. Ара, совсем дешевую сгущенку с сахаром, продукт молочный, сгущенный, с сахаром, сгущенка с сахаром. Массовая доля жира 1,0. Попробовать очень интересно. Может быть, там на выпечку на какую-нибудь куда-то приходится. Для блинчиков или еще что-то такое. Так, со сроком годности. Мне кажется, они здесь, да, пишут вот тут. Так, 22-12 до Нового года, 22 декабря получается. Но срок годности здесь, я думаю, большой, точно еще все нормально. Так, 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 12 месяцев в холодильнике, без холодильника 8 месяцев. То есть, как бы тоже свежачок, все нормально, все отлично. Совсем как-то она дешево как-то стоила. Так, сыр. Сыр взяла вот такой вот, сыробогатов. Пешеходский, 200 грамм, тоже цена вполне была адекватная. Срок годности от 14 декабря. Он, а у него срок годности 3 месяца. Как бы все отлично тоже. Дальше, творожный сыр. Взяла по акции, он там был, цена хорошая. Он у нас от 8-го, 0-1-го. И, ну, я думаю, все нормально здесь так мелко написано. Вкусный вот этот сыр, именно творожный, обычный, сливочный, без всего. На тосты с утра, с кофеечком. Так, дальше взяла несколько штук желе. Сколько, несколько, два. Два желе, вот таких попробовать. Может быть, тоже на выпечку, может быть, еще что-то тоже совсем бюджетно. Персик и мандарин. Очень интересный мандарин. Вот так выглядит эта марка Fine Life. Натуральные ягоды и фрукты в желе. Тут есть кусочки персика, а здесь есть кусочки мандаринчика. Мне кажется, очень вкусно. Дальше взяла молоко. Я такое нигде не видела. Пастеризованное. Вот так оно выглядит. Цена тоже такая довольно бюджетная была. 3,5 литра. Так, хорошо, что пастеризованное. А, идеально для капучино написано даже. Вот, представляете? По срокам годности. Пастеризованное хорошо. Почему? Потому что мы еще йогурты делаем в йогуртнице. У меня остались закваски Баксдраф, и мы иногда делаем, а там нужно только пастеризованное молоко. Ксюш, не мучай кота. Так, от 15-го, 10-го, до 15-го, 10-го, 21-го. То есть у него год. Год получается у годности, потому что да, оно пастеризованное. Все нормально. Взяла вот такую нарезку. Как-то она тоже бюджетно стоила. Потому что я, если честно, в колбасе привереды, и чтобы мне ее купить, чтобы она мне понравилась, мне нужно увидеть ее в разрезе. Я не могу вот так вот ни на сайте, ни в магазине даже определиться. А тут как бы нарезка. Сальчичон, колбаса сырокопченая, черкизова. Все отлично, все нормально, и цена тоже была классная. Масло сливочное. Кто-то скажет сейчас, наверное, что это не масло, что надо брать 82,5, да, по-моему, или 85,2. 72,5, сладко-сливочное, несоленое, крестьянское. Вот такое, по срокам годности. Десятое, нуль первое. Сколько у нас масла годно? Масло у нас годное. 35 суток, то есть больше месяца. Все нормально тоже со сроками годности. И последний продукт в этом пакете – это майонез. Вот такой слободан на перепелиных яйцах. Самый вкусный, на мой взгляд. От 25-го, 12-го. Тут тоже больше трех месяцев точно срок годности, поэтому все нормально. Так, шестой пакет. О, здесь вкусняшки. Вот такой рулет лимонный. Он, кстати, в пятерочке есть. Я его видела, мы уже его брали. Вкусный. Именно лимонный, такой свеженький. От 25-го, 12-го, до 25-го, 0-3-го. Как бы все прекрасно, все отлично. И вот такие слойки, по которым он мне делал как бы замен. Не замена, а некоторые из них он повторял. Получилось, у меня были все разные. Теперь вот две с вишней. Вот так они выглядят. Это мастер пирогов. Мастер пирогов. Вот так они выглядят. Это с вишенкой у нас. Две очень мягкие, кстати, они внутри упаковки, но не дубовые. Я думаю, что все нормально. Срок годности 4-4 суток. Представляете? А где здесь мне найти дату изготовления? 20-е, 01-е, до 24-го. Сегодня 23-е. Завтра последний день их надо скушать. И вот это тоже. Это венский конвертик уже с грушей. Вот так выглядит. И две получились у нас с два венских конвертика с черненькой. Тоже от 20-го. Очень мягкие мастерки. Вот как они выглядят. Так, поехали дальше. Очень бюджетно тоже марки Ару. Вот этой. Халва. Подсолнечная. 250 грамм. До 30-го, 04-го, 21-го года. Все нормально. Вот такой вот круассан с кремом Вами. Это у нас Файн Лайф. Что-то у нас уже было. А, вот эти вот желе. Файн Лайф. Я еще не брала такие. Первый раз беру. До 28-го, 02-го. Отлично. Так, девчонки, а вот что я взяла. Мне очень было интересно. Я взяла лапшу гречневую. Первый раз. Первый раз. Она такая коричневая. Вам камера даже немножко выбеливает. Она почти вот такого вот цвета в упаковке. Когда сварится, наверное, будет еще ярче. Гречневая лапша. Состав мука пшеничная. Гречневая мука, вода, соль. Все. Так, вот 22-го, 10-го. Срок годности год. Поэтому как бы все нормально. После вскрытия месяц. Вот такая гречневая лапша. Интересно попробовать. Дальше взяла свой любимый хлеб. Мне очень он нравится. Вот такой вот черный. Это с семенами подсолнечника. Он очень вкусный. Нереально вкусный. Вот этот вот хлебушек. Прям вообще ароматный, потрясающий. Это у нас авангард. Хлеб с семенами подсолнечника. Вот так он выглядит. Я прям его обожаю. Он в пятерочке тоже есть. Так, и все. Макарошки. Последние. Да, макарошки тоже фирмы Ара. Девчонки, по-моему, 14 рублей. 14 рублей. Даже в пятерочке уже нет таких цен. Обычные рожки. Высший сорт. 400 грамм. 14 рублей. Состав. Пшеничная хлебопекарная мука. Высшего сорта. Вода питьевая. Представляете? Так, ну и все. Все пакеты с вами разобрали. Все как бы на месте. Все замечательно. Все супер. Я всем довольна. Никаких нареканий у меня не возникло. Поэтому, скорее всего, буду делать еще заказ. Поэтому мне понравилось. Вот столько много всего набрала. И продуктов. Как бы и для дома. И для котов. И за 2000 нормально. Я считаю, это вполне нормально. Так, промо-код вам оставлю под видео. Если хотите скидку 250 рублей на покупку. Нужно скачать приложение Сбермаркет. Посмотреть, откуда вы хотите сделать заказ. И потом вот этот промо-код прописать в графе промо-код. И вам 250 рублей скинут с заказа. При заказе, по-моему, от 1500. Вот. Ну вот и все, мои хорошие. Надеюсь, мое видео было вам интересно и полезно. Я осталась всем довольна. В принципе, могу смело рекомендовать этот сервис. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok